Да, к сожалению, вы правы, результат нас не устраивает. Но это как бы спорт, это баскетбол, поэтому надо со всего делать выводы. В первой половине мы, конечно, не очень хорошо играли, вторая половина была намного лучше. Мы хорошо защищались, смогли переломить, и в конце выигрывали, лидировали. Но небольшие глупые ошибки в конце не позволили нам завершить матч с хорошим результатом для нас. Ну, будем делать все это выводы, работать. Чемпионат еще впереди длинный, у нас на следующей неделе очень сильные соперники, химик приезжает к нам. Поэтому будем готовиться к следующему матчу. Ну, я недоволен был первой половиной, доминировали большие, очень много атак было из зоны, из краски. И в перерыве внесли коррективы, более-менее поправили эту ситуацию. И я, по большому счету, доволен второй половиной. То есть мы сократили отставание, вышли вперед. И хорошая игра была с нашей стороны, контролировали матч в концовке. Ввели очко и сбрасывание наше. Глупая потеря в концовке. Естественно, быстрый прорыв пропустили. Обидно, обидное поражение. В последнем тайм-ауте, про что говорили, как атака могла аутоваться? Хотели сыграть через Генри, надежно, чтобы он получил мяч. Он получил мяч в неудобной ситуации. И принял неправильное решение. Поэтому, я думаю, даже решение не давать никому передачи. Просто упасть в аут с мячом было бы лучше, чем перехват. Потому что мы могли бы успеть встать без защиты. И 5 секунд, 6, 10 секунд – это не то время, для которого можно развить хорошую атаку. После плюс 20 в Киеве, так, сегодня «Свездная рубка» в чемпионате, ваш чемпионат таким будет? Тяжело играть две игры, тем более с одним соперником. Практически одна тренировка, чтобы подкорректировать. Вы видите, я говорил на пресс-конференции в Киеве, что будут две разные игры. 43 очка мы пропустили за первую половину. Это было недопустимо для нас. И перестроились во второй половине. Я считаю, что вторая половина была за нами. Но это баскетбол, и не всегда выигрывает тот, кто хорошо сыграл 19 минут 50 секунд. Спасибо. Поздравляю, Черкасса. Ну, что я могу сказать. В первую очередь, у нас мы сделали очень много немынешних ошибок во второй половине. Это нам очень сильно мешало. Также мы во второй половине бросили штрафные не лучшим образом. В целом у нас 58% реализации штрафных. Но мы очень рады тому, что нам удалось в концовке, благодаря, в первую очередь, хорошей дисциплинированной игре в защите, вырвать такую важную для нас победу. Над очень принципиальным соперником. Но, как вы понимаете, удивленная команда с хорошим составом. Ну и эти матчи всегда для всех. Это очень принципиальная игра. Я думаю, это хорошая игра, которая 100% понравилась победителям. Я сейчас в раздевалке сказал парням, что сегодня было бы очень обидно проиграть, потому что причиной поражения могли стать две вещи. Во второй половине огромное количество потерь, особенно в третьей четверти. Мы сделали в третьей четверти 8 потерь. Вот. И вообще за вторую половину 12 потерь. При 6 в первую. И незабитые штрафные. Могли просто обидно, глупо проиграть игру, которую мы, я считаю, сегодня мы переигрывали, мы делали, не переигрывали. И в плане дисциплины нападений, и в плане дисциплины защиты. Считаю, что сыграли сегодня довольно содержательный баскетбол. Были какие-то моменты, где ломалась игра. Но нужно не забывать, мы играли с командой, претендующей на чемпионство, с командой, я считаю, с лучшим составом, и как игроков, так и тренерским в Украине. Поэтому, конечно же, они разрушали наше нападение. Но в сравнении с позавчерашним матчем в Киеве, сегодняшняя игра была, прежде всего, на порядок высших планах дисциплины. Сегодня в сравнении с матчем в Киеве прекрасно был видал Стэси Дэйвис. Неостанно вчера, в результате Киеве, он был перемогой. Ваши баченицы у Легионара и наскільки он помех. Мы пока не все видим, мы сейчас имеем две игры. В одной игре он был невыразительный, сегодня сыграл лучше. Хотя я считаю, что пока не все он еще абсолютно не адаптирован. Сегодня, что в защите, что в нападении, приходилось всем и игрокам, и тренерам подсказывать, никуда двигаться. Парень умный, и это самое главное, если есть мозги, значит, мы сможем с ним построить какую-то игру. Сегодня было лучше. Надеемся, что он сможет показывать стабильную игру, вот такую, потому что он тоже молодой совсем парень. Ему он только будет завтра исполниться 22 года, 94-го года рождения. Он ненамного старше наших ребят. Очень много, долго пересматривали, просматривали игроков. Надеюсь, что мы не ошиблись. Надеюсь, что эти много-много бессонных ночей общения с агентами и пересмотра видео были не зря. Хватит ли настроения команде, потому что во вторник и в пятницу играть в 5 очень важные игры? Честно сказать, я не могу понять этот календарь, для чего мы так торопимся, для чего нам такой календарь, почему мы играем за, сколько получается, 6 дней, 4 игры, к чему это? Ну, так есть. Видимо, куда-то мы спешим, надо побыстрее выйти на каникулы, наверное, на уход, наверное, больше будет. И мы будем готовиться завтра, не отдыхаем, завтра в 5 часов собираемся, разбираем игру следующего соперника. Надеюсь, что хватит сил. У нас довольно много молодых парней, они нестабильны, но в то же время восстанавливаются немножко быстрее. Поэтому будем использовать пошире ротацию и играть.